В Староскорском зоопарке пополнение у зубров Мульки и Мумбаи родился сын. Размножение животных в неволе, прежде всего, говорит о комфортных условиях содержания. Это и есть главная задача коллектива зоопарка. Сейчас нам расширяют еще несколько вольеров, а семейство Бизоновых уже переехало в дом побольше. Гордая мать не отходит от своего детеныша. Еще бы такой красавец. Здоровенький бычок родился пару недель назад. В среднем вес зубров при рождении около 25 килограммов, но уже к трем месяцам он удваивается. В три года зубрёнок станет больше мамы. Пока у малыша нет имени, но в зоопарке есть традиция использовать первые слоги имен родителей. Мама – Мулька, папа – Мумбай. Но от Муму решено отказаться. Придумают что-то необычное. У сотрудников зоопарка большой опыт по созданию кличек. У нас животные довольно часто дают приплод. Всем известно, что были у нас и львята, были у нас и тигрята, олени постоянно приносят, оленят. Но в этот раз зубр. Верблюжата рожались, яки рожались. Так что у нас с этим делом животных все в порядке. Тем более мы стараемся подбирать пары, чтобы они были парами и могли приносить потомство. Отсутствие посетителей во время пандемии сказалось на финансах, но животные не голодали. А руководство зоопарка даже изыскало средства на ремонт некоторых вольеров. Летний выгул для носорогов делают за счет частного лица. А вот здесь, например, теперь живет семья енотов. Лесенки, качели, собственный пруд и двухэтажный дом, в котором они укрылись от наших любопытных глаз. Другие животные тоже в очереди стоят на строительство новых вольеров, на обновление. Мы говорили про носорогов, которые получат обновление. Зубры получили уже расширение своей территории. Ну и в дальнейшем тоже планируется для волков наших двух пар расширение вольеров. Так что мы работаем. Зоопарк открылся сразу, как только было объявлено о послаблении ограничительных мер. Соскучились все – и животные, и посетители. Наконец-то мы вышли из дома. Родился бизончик маленький. Нам это очень понравилось. Жирафа сейчас пойдем смотреть. Он подрос уже. По сравнению с прошлым годом. Посетителей пока мало, но начинают притягивать. Это тоже радует, кстати, что посетителей пока мало. Старооскольский зоопарк ждет в гости. С 10 утра до 7 часов вечера. Анастасия Иконникова, Кирилл Чу, Александр Балакин. 9 канал.